Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Сегодня у нас 21 декабря, вот тут и написано, сейчас время сколько у нас? 6 часов 27 минут, вот. Ну, попросили, чтобы создать такую тему. Прошлое воскресенье, там Колесневка Николая Александровна, и вот теперь у нас каждый день выставляем по одному ролику, и люди вопросы задают, что называется тема так, номер 9, вопросы, пожелания и события дня, задавайте вопросы, 21.12.2015 года. Теперь я всем говорю, которые задают вопросы, что теперь обстановка меняется. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум, а потом возвращаемые ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале. Ну, какой канал? Называется вот так. Во свете Библии открытым оком. В теме. Вот и все, теперь. Вот только меняется что-то немножко. Вот запомнить это надо. Вот у нас, можем даже показать. Вот это у меня не то, это я Гагарина смотрел. Вот он православный видеоканал. Открытым оком. И вот сколько время проходит, вот мы все это здесь показываем. Это ролики выставленные. Раз, два, три, четыре. Вот. Пять, шесть. Вот. Вот они вопросы. Покажи. Они прямо здесь у нас стоят. И вот какие вопросы поступили вчера, мы сейчас эти вопросы постараемся рассмотреть. Вот. Считай. Анастасия Полякова, уважаемый Игнать Тихонович, прошу вас ознакомиться с лекцией Дунаева, которая состоялась вчера в Москве. Она содержит уникальные материалы, подрывающие устоявшиеся взгляды на исихазм. И в частности, на откровенные рассказы странника Арсения Троепольского. Лекция существенно подкрепит вашу аргументацию в отношении монашества. Ну, я скажу, что все это, как я делаю, скопировал, занес. Да, может быть, маленько и неправильно даже сделал. Сейчас это мне мысль пришла, что не туда поставил. Ну, ладно, я поставлю ее в YouTube, может быть. Я попробовал через Яндекс найти, не нашел. Ну, вот если я сюда вставлю, то что-то будет или не будет. Что это такое? Ну, прям сюда нужно вставлять. Вот куда сюда? В данный момент куда мне нужно вставить? Вот строку адресную, вот сюда. Вот эту строку адресную. Ну, вот, ладно. Еще теперь нужно ударить. Искать. Ну, еще тут вышло-то. Ну, ничего нету. Про собачку что-то, собаки есть. Ну, не получается у меня. То есть, я не прочитал, Анастасия. Но мне суть известна, что рано или поздно к тому, что приходится говорить, будут приходить все больше и больше людей. Те, которые стараются показать, что они там знают истихазм. Это только разговор один. Вот мой весь истихазм. Не менее семи раз в день становиться на молитву. Вот сто поклонов. Дневные и ночные молитвы. Мне очень хорошо известна эта тема. Но не так, как они вот перебирают, перебирают, стоит, крутят, разговаривают о политике или что-то. Ну, там, маленькие мусульманские щетки. Православные, патриоты. И вот он не молится ничего, но это для виду дается. Для чего ее крутить? Вот определенно я буду показывать, как мы молимся, почему это необходимо. Ну, я привык. Как говорится, хромоногому костыли нужны. Не знаю, но к этому придут все. Что просто так крутить не надо. А ты вложи в каждое слово смысл. Вот я молюсь 10. 10 это Иисусова молитва. Дальше 10 Богородицы. С определенной просьбой. 10 Ангелу-хранителю. 10 Иоанну-крестителю. 10 Николы-чудотворец. И все это вкладываю, какую просьбу я ему. Дальше. Святые пророки. Всех перечисляю пророков. Дальше. Небесная сила. Апостолы, евангелисты. Мученики. Мученицы. Святые отцы. Святые жены и девы. 100. Я перечисляю имен примерно. Я посчитал. 70 с лишним имен каждый раз. Так и признаю я святых или не признаю. Если это каждый день. Не считая утреннюю и вечернюю молитву. А там мы тоже считаем по 100 поклонов. Вот мои братья. Они делают земные поклоны. Но у меня затруднения. Операция на позвоночнике. Да еще две грыжи осталось. Всю жизнь на стройке. Как говорят. Монтолил. Ну и вот. К этому придут. Когда поймут, что такое молитва и что такое ответ. Вы когда вот это ставите, ссылку. Как-то бы ее сделать так, чтобы она открывалась. Вот я ее давлю. А она нет. Не проявляется. Никак. Вот у меня если ставим, мы стараемся проверить. Дальше. Алена Алексеева. Школа искусств. Да? Да. Беларусь. Вот она какая Алена. Видишь какая? Ребеночек, собачка с ошейником. Культура какая. Про то, что католики крестят только корплением, это неправда. Я желаю крестить детей, узнавала Уксенза. Что крестят как нужно. Особенно если сам попросишь о полном погружении. И таксы нет за таинство. А вот чтобы в православной поместной церкви мне, чтобы крестить четырех детей, пол зарплаты нужно будет отдать именно за окропление. И не денег, и не денег жалко. Но по Писанию креститься хочется. Принять как дар Божий. Ну на это что ответить? Алена Алексеева. Ну в первую очередь католики мне тоже известны. У католиков крестят кроплением просто так. Вы подошли к тому, который где-то там с русскими имеет общение, а они любое сделают. Литургию, пожалуйста, Иоанна Златоуста будет делать. Это католики. Это вам он сделал так. А у них вообще не найдете ни одного в Италии, может быть, который крестят правильно. Вы здесь сделали. Да, он сделал это так. Почему? У него зарплата есть. Ему не надо. А у русских-то попов нет зарплаты. А вот что он наторгует, это и есть. Я объясняю почему. Не потому, что они такие уже честные где-то. Я лично знаком с Сензами. Жил в Латвии. В прошлом году мы проехали, я папе подарил свои книги. Венедикту и Франциску. Были в Ватикане. Ну что дальше сказать? Берут деньги. Правильно. Православные попы, это все каждый папа из них. Потому что хочет, то и ворочает. Полного погружения не делать. Я вот часто думал, вот сейчас уже, ну, патриарх призывает, полное крещение, чтобы учили. Все правильно. И не делает. Патриарх Алексеев, второй, у меня ссылки есть, какой ведомость, страница, все. 98% меня не услышали. Но не узнал, что их 99. Я вам подсказал бы. И 9 десятых. Патриарха не слышит. Это как развратить? Весь этот разврат пришел оттуда. С Украины, с Белоруссии, которые уже католичные. Бритые. Не крестят. За мзду, за деньги, гроши дробить. Вот они за этим и приезжают. Евангелие в руках не держали. Нам от католиков достается. То есть последствия, которые попы оттуда едут. У нас был священник один, он говорит, с нашей деревни, деревня, какое там, ну, село. 74 священника сейчас работает. То есть гроши дробить. И они всех своих сюда тянут, и тянут, и тянут. Главное, вот это развращение оттуда пришло. А что деньги берут? Ну, это самая настоящая симония. Симония это взятие за таинство. Это говорю не я, а говорит патриарх Алексей II говорил. И будем взыскать в прещении, какой извергать из сана. Но он изверг одного? Нет, он постращал пальцем и пошел спать. И с этим и умер. А тут показывает патриарх Кирилл как крестит. Если вы не видели, я сейчас покажу. Где-то он у меня есть тут. Может быть, и есть. Где-то тут было. Вот смотрите. Что тут такое? Илларионы? Нет. Илларионы. Ну, где-то тут было так. Патриарх. Посмотреть надо. Сейчас посмотрим. Может быть, откроется где-то. Попутно показать. Патриарх Кирилл как крестит. А вот он как раз открылся. Может быть, это не он? Может, какого-то дедушку обредили, как этого актера? Как говорит Игнатий Брянщин, актеры ничего не сделают. Вот ребенка держит. Наклонил его. Ноги где у него? Мимо купели. Что, воды нету налить? Разврат этот кто сеет? От кого идет? Как он может взыскивать других, когда главный нарушитель? Вот стоят они, улыбаются, смотрят. Страха Божия никакого нету. Иконы здесь есть. Все есть у него. Все есть. Нет страха Божия вот в этом месте, слева. Никогда правильно не могут перехреститься. Вот так вот наискосок руку куда-то в карман толкают под мышку. Почему? Повторяю, страха Божия нет, веры нет, рождения свыше нет. Это беда. Почему никто не кинулся и сказал, что ты делаешь? Остановись. А он довольный так, как он знает, ребенка моего, патриарх, крестил. Да не крестил он, мокрой ладошкой задел макушку. А вот теперь самое главное. Макушку-то он задел, а что за этим-то следует? А за тем, что его уже к истинному крещению допустить нельзя. Всех надо допускать до крещения, кроме тех, у которых мокрая, пухлая ладошечка батюшки, коснулась волос. Все! Мозги отшиблены, как будто печать антихриста. Хоть убейся. А если священник теперь понимает, погружения-то не было, не крещеный, священник оглобит, начинает отучать, этот священник будет отучать от причастия, кто принял правильное крещение. Ну, маленько один раз, только подумайте. Выступает Алфеев, Иларион, митрополит, во всех наших документах все это важно так рассказывать. Написано только полное погружение. Правда, еще бывает иногда, негде. Лукавый человек какой. Бывает, крестит не погружение. Да бывает редко, когда правильно крестит, а остальные неправильно. У него все перевернуто. И поэт он, и музыкант. Все, только не христианин, видимо. Да разве христианин может так лгать? На миллионную аудиторию. Ну, будет суд Божий на перстнике разбрата. И вот она пришла, женщина говорит, абсолютно правильно. И же денег не жалко. Нельзя крестить там, где деньги берут. Нельзя. Это симония. Вы делаетесь повинными в этом. Вот вам ответ, Аленушка. Никогда больше не иди к ним, а ищи такого священника в московской же патриархии, который делает правильно. Мы ее считаем благодатной. И нас за это гнобят со всех сторон. Как можно такую организацию считать благодатной церковью? И когда только начались такие переговоры, Лавра с Алексеем Вторым, у нас увидели только фотографию, у нас целая группа сразу ушла из общины. Вы с кем знаетесь? Это большая секта. Патриархия. Самая большая секта. Мы-то являемся буквально единицами, нас две только общины, которые приняли акт о хроническом общении и в то же время остались не в патриархии. Никогда мы в ней не были, дня не были. Наша община имеется в виду. И они сейчас нас совсем долбит. Дальше. Станислав Иванов. Иванов. Инать Тихонович, как правильно молиться и каким святым? Ну вот он стоит какой. Правильно молиться как. Но я его не знаю, как он, безбородый или что-то есть у него. Безбородый? Безбородый. В первую очередь, на молитве, чтобы до сих пор до кистей закрыты были руки. Был пояс у тебя. Конечно, без шапки. И не трожь бороду. Вот хотя бы немножко себя приготовить. Уже ты будешь выглядеть по-другому. И как правильно молиться? Я уже неоднократно отвечал. Утреннее правило. Мы читаем. Утреннее правило. Три молитвы. Христу, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю. Прямо по молитвослову. Желательно на русском языке. Дальше читаем мы псалтырь. Ну, перед этим три святоя. Все как положено. По молитвослову. Псалтырь. Это одна слава называется. Слава. Это одна шестидесятая часть псалтыри. На русском языке. Считайте применимо к себе медленно. Вот. Ну, а потом так. Вот так и вовремя мне это. Говори. Уехал, дорогая Нина. Уехал он теперь. К вам поехал туда, в Новокузнецк. Это, в Осиннике. Ага. Но, не знаю, Тихоники. Вы не выслали ему с Ильхиным православием. Говорили вы мне тогда, когда за роботу вы делали, где-то говорили. Вышли. Вы сказали, надо как перекладки. Так почему же он не сказал? Он же был здесь. Он слова не сказал. Нам идти теперь опять на почту и посылать. Я вышлю, конечно. Ну, проще было в руки-то дать ему. Сколько экземпляров вам нужно? Говори скорее. Ну, это не надо. Что вы будете нам еще через это? Можно сказать, как это я хотела сделать? Иггумену дать. Игумену, он читает у меня. Узнаете? Ну, понятно. Но ты узнай, кому надо. Значит, и для вас двери открыты в наши склады. Ага. Ну, ладно, все так как у вас, все нормально. Все хорошо у нас. Смотрите, приедет покажет, как вчера у нас была литургия, причастие ко кресту. Люди, которые нападают, вашим священникам, покажите, как должно быть благопристойно совершаться богослужение, как люди одеты, как подходят, как исповедуются в отдельной комнате. У них-то ничего нет, они злобятся поэтому, потому что они на этом сравнении видят, что у них проходной сбор. Да, да, да. Вы знаете, как вообще бы вы посмотрели, как на вас это в пункте, что ли? Ужас? Да, там все. Да ничего, но, сестра, это необходимо. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. То, что они нас гонят, это показывает, мы не такие, это самое главное доказательство. Вот и все. Да я бы отправил-то, ну почему-то она не сказала Михаилу-то, ну, он же... Ну, хорошо, хорошо, пускай, дайте точный адрес, куда я вам вышлю, то и другое. Нет, не, не ладно, я не могу так, не могу так, он не сказал, мы... Все, хорошо, хорошо, давай, тогда жди, в личную, в руки передам. Сколько вам экземпляров надо? Столько и дам. А, ладно, все с Богом. С Богом. В пределах разумного, конечно, аллилуйя. Это вот она, ее на еще смутили, там она ухаживает за Сергием, ему 92 года, схему там он принял, и свои все сдали его, папы сразу сдали его в дом престарелых, он ветеран войны, там то другое, а ее клеймят, она сектантка, потому что она приняла крещение-то. Приходит, ну, хоть одно слово, покажите, что сектанты, никак. И он сейчас говорит, я понял, Игнатий православный, он понял, а Михаил-то с ним не раз разговаривал, Кальмаев, ну, как же ты крестил-то, меня крестил, лоб помощил, ничего не сказал, но вот ответ вам. И дальше смотрите, как у нас молятся, если дома, не меньше семи родов в день, если вы имеете возможность. А после этого, когда прочитаем, поминаем всех, и вот, сто поклонов, родных, близких, за президентов, за патриархов, за священство, ну, и по всем категориям, за болящих, за все, что мы видим, за путешествующих, нужно молиться. Вот, теперь я следующую страницу открываю, это что мне пришло. Вот, смотри. Что дальше? Владимир Мочалин, город Москва, раб Божий, мозг умрет, а душа останется. Это, видимо, эпиграф у него такой. Уважаемый Игнать Тихонович, мне очень хотелось, мне очень бы хотелось услышать вашу нужную для меня критику по поводу некоторых моих песен. То есть, певец, певец, компенсистер может быть, бард. Возможно ли с точки зрения Библии говорить об этом людям? Я слышал, как вы в своих видео выступления говорите о проблемах, связанных истинностью православного, евангельского служения в церквах России, особенно в крупных городах, как Москва. Вот, я тоже написал по этому поводу свое мнение в песнях. Прошу, слушайте, судите, критикуйте. Владимир. Ну, слушать я не мог, я не нашел, где это. Может быть, я неправильно слушал, вот я прошел дальше и нету. Но прочитать прочитал. Ну, мы прочитаем сейчас. Моя песня, которая называется «Холодный Христос». Ну, первую очередь, «Холодный Христос». Откуда взяли выражение? Категорически запрещается. Христос великий, дивный, чудный, холодный Христос, покойник или... То есть, оригинальничать не надо. По отношению к Богу, к Святой Библии никаких других выражений, кроме Библии, Святой Библии. Как это, «Холодный Христос»? Категорически против. Убрать это, забыть, стереть из памяти. Христа нет холодного. Дальше, что он пишет? «Холодный Христос, по коже мороз, распятый висит на кресте». Не висит, а висит. Ну, хорошо. Был такой Александр Александрович Блок, поэтом назывался. Он не знал, куда к революции примкнул, а он с ними просто был. И теперь Христос, венщики из Рос, идут 12 апостолов, которые красноармейцы, он у них, ну, вообще-то, никто так не писал. Написал. А дальше-то у него начинается болезнь, которую никто не определит. Он в такой депрессии, он буквально сгорел. Но последнее, что было, он кому-то дал это стихотворение-то. И вот теперь ему какие-то кошмары, какие-то видения, которые прислуживают, он кричит, орет, склянками бросает. Хоть один экземпляр где-то ед, да я встану у кого есть, я найду, я сожгу его, я убью его. То есть найти все. Все-таки сохранилось и миллионы экземпляров распространили. Не пройдет. Слово обретает силу, обретает зримость, воплощение, как Григорий Ницкий говорил. Это с ними были. Зачем вам это нужно? Христос, венчике из рост, где ты увидел такого Христа? Он распятый, венчика нет. Но есть такое стихотворение одно, о Христе говорится. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали под цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок, в твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. Из шипов они сплели, венок колющий для него, и капли крови вместо роз щело украсили его. Это из ирландских мелодий я нашел, музыка Петра Ильича Чайковского и Ребикова. Я мотив не могу, был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Я не певец, я пел только когда коров в пас, коровы у меня слушали. Не такие, как такой Ян Кукузель был. Когда он пел, то они переставали есть и стояли, слушали. У него наоборот, они удивлялись. Это что такое? Откуда медведь такой попался? Ян Кукузель, это же житие святого. Ее однажды услышали, проходили странники мимо. Они замерли-то. И когда пришли поклоняться, там, кажется, Иерусалим, то сказали о нем. От патриарха сразу гончие, его сгребли, и сразу в патриаршем хоре. Вот как бывает где-то. Ну, как Роман Сладкопевец. Над ним решили насмеяться при архиереи, чтобы он не понимает еще. А ночью Божья Матерь ему открыла все. И они так и сели, монахи. Ну, дальше что он пишет? А с ним рядом мать, и слез не унять, не хочется петь, а кричать. Ну, да, это пойдет. За что вы его? И пьете вино. Себе продолжаю все лгать. Этого два куплета подойдет. Дальше. А он ведь живой. Что-то вот с маленькой буквы, а он. Да, да ну... Как кто-то другой. А вы его в лоб лобызать. Ну, ладно. Тут с небольшой подправкой можно. Дальше. Христос, явись. Пусть мой каприз. Живой сюрприз для всех. Хочу сказать, тебе сказать. Я твоя любящая мать. Мать этого не говорила. Каприз, но тут не получилось. Это выщеркни его крест-накрест. Куплет этот не нужен. Холодный Христос, венец алых роз, тебе продолжают нести. Под ноги цветы, но тщетно, увы, свечой мертвецов не спасти. Хорошая. Дальше. Там холодный Христос, а тут холодная мать. Нет, вы промотали вот еще. Да? Вот. Довольно шептать, с могил не поднять тех душ, что хотели любить. Ну да, этот смысл заложен. Холодная мать, земная кровать. Как нам здесь друг другу простить? Ну, это никак не годится. Причем тут земная кровать, мать, это даже, я думаю, сам не объяснит. Христос живись и в нашу жизнь, живым его люби. Не на кресте, а на холсте его любовь прими. Вот так. Вот как раз и говорится, что надо не на холсте, а на кресте. Наоборот, эти слова переставить. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним, найдите, зарядите, взойдем на Голгофу, мой брат, послушайте, как поется. Вот, какие надо. В одном этом стихотворении, песнопении заложено больше, чем у нас в другом Акафисте. Дальше. Холодный Христос среди синих звезд свой путь продолжает держать и пишет тетрадь печальная мать, любовь ведь нельзя распинать. Вот слово ведь, это для рифмы пишет, а это не годится, это несовершенство слога. Ведь. Ведь это, ну, жаргон какой, для того, чтобы создать звук, оно не нужно. И это вообще не нужно. Где ты видишь среди синих звезд, что касается Христа, то, что в Библии описано, нельзя ничего менять, сразу ты запутаешься. Нельзя выкинуть это. Он сын мой, пойми, дарил всем огни. Ну, не годится, дарил огни, ничего Христос не дарил. Своей бесконечной любви он был для земли дороже мечты, влюблен был в нее, как и ты. Слово мечта нужно исторгнуть, мечта всегда в отрицательном смысле. В Библии сколько мест встречаются эти мечтатели и прочее. Это скверно, скверное слово. И те, которые сегодня там, это называется, оральный секс, это все мечтатели. Послание Иуды так объясняет блаженный феофилакт. Христос, явись, пусть мой каприз, живой сюрприз для всех. Хочу сказать, тебе сказать, я твоя любящая мать. не годится. То есть, стихотворение видит тому, что много, недоработанное, неправильное, для неверующих. Дальше. В итоге, можно ли это петь? Да. Владимир. Нельзя петь, нельзя петь, вычеркнуть совсем, чтобы не было. И не касайтесь этим теми. Но смотрите, я просто скажу, я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Посчитайте, что только заложено здесь. Ну, а боги нет. Или, мне кажется порой, что солдаты скровавых невернувшихся полей не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белых журавлей. Расул Гамзатов, он написал сначала, мне кажется порой, что аксакалы, не аксакалы эти, джигиты. Ему сказали, джигиты это ареал Востока, нужны солдаты. Там все заложено. Но он не знал, что в белых журавлей не превращаются и они ничего нам не говорят, кроме тоскы не навевают. А у верующих, какая красота, какие крылья, как летят, как курлышат. Но он не знал, как подойти. Это был придворный писатель, поэт сказать, поэт кремлевский. Он какие таланты загубил в себе, потому что никуда нельзя было, нигде. Но это настоящий поэт был. Мы были у него, даже хотел я узнать, где похоронен, ну, там, в деревне, когда мы были в Дагестане. Что красивый отец. А мы семья. Вокруг людей так много на земле живут, поют. И день, и ночь друг друга в гости просто так зовут. На чай или с вином нам хочется поговорить о том, о сём. Ну, как дела? Как сын или дочь? И как вообще семья? Страна? Отец и сын, мать и дитя не могут без друга, не любя. Господь один, а мы семья. Так значит, будем дружны ты и я. Ты знай, что мир, он создан для людей и досидин. Должны прожить свой век и человеком стать. Ну, как сказать, друг друга нам бы нам бы понимать, не лгать, что мир, он без любви и без друзей не мир. И как бы веру не терять, храни, Господь, нас от случайных катастроф, оков. Прости нас всех за вольность этих драм и тех, кто там. Прости за эту прожитую жизнь не так, как, а как. Из-за сомнения из-за стра в глазах Отец и сын, мать и дитя не могут друг без друга не любя. Господь один, а мы семья. Так значит, будем дружны ты и я. Вот все пойдет здесь. Посоветуйтесь с кем-то, как, что, знаете, я не поэт, я не поэт, хотя и в стихотворной форме у меня проповеди в стихах называются. И таких проповедей 3467 в стихах. Девяти куплеточные четырехстрочные. Это здесь ничего, замечаний никаких нету. Как играет, я не знаю. Я вообще не разбираюсь. Ну, чувствую сердцем. Алексей Власов, неофициальная страница. Инать Тихонович, здравствуйте. Я пишу со своего второго аккаунта ВКонтакте. Поэтому имя Алексей Власов выдуманное, не настоящее. Надеюсь, что придет время и буду вам писать с настоящего аккаунта. Мне просто нужно создать новый. Спасибо за ваши видео. Смотрю их очень часто. В одном из ваших видео вы говорите, что истинная суббота есть в Христово воскресенье. Я поверил и вашим доказательствам, и тем, которые встречались у меня в жизни. Но я не знаю, как соблюдать истинную субботу. Что делать по воскресеньям можно, а что нельзя. Еще хочу спросить, как подавать десятину, куда ее класть? Ну вот в это вопрос уже, что Ветхозаветие это был образ тенью будущих благ. Я, когда я считаю баптисты, спорят с адвентистами седьмого дня, те говорят, соблюдать надо субботу, она самая обширная. Там, ну, другие заповеди. Не убей одно слово, это такая заповедь большая. Ну, это, что, подробности, потому что не убей, тут понятно, не убей, никак не убей. Или не засвидетельствуй, и все. А субботу именно что? Ну, ладно, я не буду, а если я раб, не раб, не рабыня, ну, я поехать могу, не осел никто. И тогда они вымерли субботний путь и прочее. Ну, а если это было тенью, как? Согласно Слову Божию, что суббота имела тоже прообразование. Суббота означает шаббот покой. И покой Христос получил только в воскресенье, потому что он был в пятницу распят, до этого он трудился, находится три дня в преисподней, воскресенье встает. Оно указывало на воскресенье. В сей день иже сотвори Господь, возрадуемся, выселимся в ООН. И 117-й Псалом. Какой день возрадуемся? Христос сказал, вы возрадуетесь, а враги будут печальны. Вы печальны будете, они будут радоваться, когда распнут. Но будет день воскресенья. Жена, когда родит, не помнит себя от радости. И он родился, как бы. Это все было намек на воскресенье. А что можно делать? Ну, прямого такого нужно идти в храм. Храм Божий. Молиться, богославить за прожитую неделю, за жизнь свою, за все, что было. Просить благословения. Вот у нас перед молением любым мы находимся там в трапезной, беседуют люди. И дежурные смотрят. Без семи. Сигнал. Все. Свет выключили. Все понимают, выходить надо. Заходят в храм. Семь минут полное абсолютное молчание. Ни хождения. Кто-то не успел зайти. Или опоздал. Он вышел стоять здесь, в прихожей, в коридоре. Через семь минут мы стоим, молча молимся. Подводим итог за неделю, за день. Ну, бывает каждый день, когда служба за все. Как Бог милостив к нам был. Припомнить Его благодеяния, заботы. За все поблагодарить и восславить. Это семь минут. И чтобы священник вел поистине огненное служение. По Слову Божию. У нас люди все одеты по форме. Вы видите, вот я сейчас выстоял вчерашний 20 декабря 15-го года, как у нас готовят, при счастье подходят, как к кресту, за при счастье молитвы, как собрание проходит, как в церкви. Вот при счастье как? Как люди одеты? А то я гляжу, священник такой речистый, все правильно говорит. А дверь показали, храм открыта. Идут все, кто хочет, идет. У нас здесь на центральный был когда-то Московский проспект, а потом Ленинским сделали. Центральный в городе Барнауле. Ну и там полковая церковь была. Ее забрало летное училище, а потом приезжал Алексей Второй, и Грачев, тут был министр, подписали и отдали. Ее сразу выгородили, оградку убрали и отремонтировали и там молятся. Она на центре. Ну кажется, тут-то можно, один из центральных таких храмов. Я захожу, справа продажа. Теперь они маленько там за куток как лево поворачиваешь, сделали-то. Стоит мужчина в храме, не в притворе, в храме стоит с собакой. Рядом собака у него держит на балотке в шапке и с папиросой. Папироса в руке дымится. Ну это уже предел всякого безумия. Но это нормально. Он зашел, зашел, а может что-то купит. Деньги, корысть и трусость. Корысть и трусость. Трусость и корысть. Я ему потихоньку и говорю, шапку снять надо. Ой, я не заметил, снял шапку. Я говорю, и с собакой нельзя. Нельзя? Я не знал. Я ему дальше начинаю говорить. Я говорю, папироса-то у вас горит, и вообще папироса не надо носить-то. Я говорю, выйти надо, выйти. Собачку можете привязать, а потом папиросу убрать и зайти. Только он на Христо вышел, тоже служка сразу за мной. То есть наблюдали и видели. А они уже знают меня. Подошел. Вы что ему говорили? То есть он не купил и вышел, а они из себя выходят трясутся. Я же знаю их крохоборов. Это бизнес от религии. Никакой веры-то там нету. Там одного, может, найдешь верующего. Вы что сказали ему? Я говорю, сказал, что нельзя в шапке быть. Какое ваше дело здесь? Идите вы своих баптистов, там порядок на водитель. Как разорался, думал, у меня крыльца, а крыльцо высокое, сейчас шарахнет и все. Но я сказал, что это не ваше дело, мы сами найдем порядок. Ну что непонятно-то? Хоть крокодила тащи, хоть сам демон будет стоять, сядут и за рога ухватятся, лишь бы деньги были. Добыча только с одних крестиков, с одних крестиков 400%. Когда стали подсчитывать, до тысячи доходит. А Карл Марс говорил, при 400% выгоды нет того преступления, даже от страховестилисти, до которых капитал не пойдет. Карл Марс говорил-то, видимо, про церковь. Где такие доходы? Ну вот. Не знают, как соблюдать. У нас разрешено ходить в храм, разрешено и павильоно, и три воскресенья не было, человек отлучается от церкви. Это соборное правило у нас, все это выставлено стоит. Но никакого указания, когда прищищаться, нету. Это выдумка, попутно добавлю. Вот мы прищищаемся 4 раза в год. Дальше. В воскресенье посещать больных. Прямо необходимо. В больнице, дома где-то, немощные. Дальше. У нас идет собрание. Это время, полтора часа идет. После этого общая трапеза. Завтрак. После этого занятия. Перед этим еще занятие с детьми было. Теперь занятие еще полтора часа. А уже после этого идут люди на благовестие в город. Раздачу Евангелий. А если в деревню? В деревню у нас разрешается ходить по грибы и рыбалка. Рыбачить там, с удочкой отдохнуть. С ребятишками со своими, выехать на поле. Где-то место хорошее. Ни куда-то, а именно в своей окрестности. Это лучшее время у тебя будет. Как и говорит об этом Иоанн Златоус. Отдых на природе. Дальше. Он еще о десятине спросил. О десятине. Десятина, десятая часть со всех прибытков. Отдавай ее священнику. Одна десятина принадлежит священству. Ни в какой ящик не кладите. Где исповедуетесь, там и отдать. У нас некоторые были, мы все говорим, ходите. Но они ушли в Московскую патриархию. Мы иногда встречаемся. Десятину не платишь, не платишь. Назад тебе возврата не будет. А у нас были ушли, а поэтому назад. И мы спрашиваем. Ты сколько не был? Год. Ну а ты ходил куда? В храмах Московской патриархии. Платил десятину, нет? Заплати за год сколько надо. И идея отнеси тому священнику. Вот мы какие зомби, какие гуру. Ну маленько вдумайтесь. Где еще так делают? Где? Найдите одно место. Чтобы так за десятиной стояли. Вторая десятина может быть. Книга Тавид, первая глава, восьмой стих. На благоукрашение храма. Топить. Уборщицы там работают. И третья десятина, которая не десятина, может быть, а безразмерная. Две, три, четыре десятину туда можешь вложить. Это нищим, нуждающимся. Детям, коллегам, у которых не хватает на что жить. Участвовать на издании Евангелия, книг божественных. Вот тут ты можешь, да, к библейскому обществу пожертвовать где-то. Вот что. И куда ее класть? Лучше всего конкретно, целенаправленно, куда? Я сказал. Дальше. Алексей Сторм. Розанятие, ремонт любой электроники, город Москва. Инать Тихоныч, не сочтите за спам. Может быть, в ваших краях проблема с хорошим ладаном. Вот ссылка там. Наложенным платежом могут выслать. Сам проверил. Очень хороший. Не сравнить с тем, что Софрина лепит. Спаси Господи вас. Смотрю ваши видео частенько. Молодцы. Здоровья вам крепко, низкий поклон вам. Ну вот, Алексей, благодарю за это. Сказал, но мы не нуждаемся, нигде не покупаем. Ни свеч, ничего. Покупаем воск огромными кругами такими. Я не знаю, сколько жгут ее, я против. Ну, две-три свечи поставил, все. Нет, тут облепят, у нас тоже это есть, что много. Но бабушки сами льют свечи, проверенные, которые там, как они живут. Дальше эти свечи приносят, там аромат какой. Положили. У нас не положено ходить и брать. Ставит специально человек или батюшка. И у нас специально в уставе записано, свечку не трогать, пока она догорит, помигает и погаснет. Все сожжения. А в церкви-то вот такой агарок ворует, она скидывает, свечи несколько раз перепродают. Ну, к причастию идет на исповедь, положи свечку. Ну, то есть, а потом их корзинами уносят. Это, я говорю, абсолютно так и есть. У нас этого нету. У нас деньги вообще нету. Не продают, ни с тарелкой не ходят, еще висит ящик. Как? Десятина. Там, где десятина, там не надо ничего больше делать. Не надо мухлевать, не надо продавать, не надо торговать, не надо обманывать людей. А то за все, за все, за крещение, за все берут. У нас ни за что не берется, нигде. Пусть они у себя это сделают. Вот он, человек этот, как Алексей? Алексей Сторм. Вот Шторм. На фоне моря. Фамилия-то у него подходящая как. Вот так. Благодарим Алексея, но не берем, не покупаем. А сейчас Ладан-то такое делает, что глаза выедает. Пройдет, да как зловоние какое. Ладан должен быть ароматный. Вот в церкви там, если по-настоящему-то делать, Лада, надо знать, где его по-настоящему делают. У нас хорошо. Дальше. Анатолий Тарахов. Слава Богу за все. Родной город Новосибирск. Вот он с ребеночком сидит. И что дальше? Инатий Иванович, просьба прокомментировать. Статья по ссылке, это лишь выдержки из нее. Инатий Лапкин нагло обманывает своих адептов и пользователей интернета тем, что его община принадлежит к русской православной церкви за границей. Сегодня подтвердилось, что это ложь. Никакого отношения к РПЦЗ Потеряевской общины не имеет так же, как и Славгородской епархии, на территории которой находится село Потеряевка и данный самоуправляемый приход священномущика Анфимы Никомендийского. Община Лапкиных канонически находится вне православной церкви. Ну и дальше говорят, что опровергать совершенно нечего. Этот документ у нас есть. Вчера решили полностью его разобрать. Но батюшка, отец Аким сказал, отложить на две недели. Он через две недели, неделю, воскресенье там служат Потеряевки здесь. У меня документы есть, я привезу. Ну и поэтому я обсуждать ничего не могу. Батюшка сказал на две недели. Ну что они говорят и говорят, что из этого изменится? А кто это такое говорит? Ну тут написано, может быть, принадлежности, юрисдикции. Вот, митрополит Эларион. Ну, посмотрели, вот он документ какой-то Антони... Дулевичу. Дулевич. Кто он такой? Где? Говорит, что Кызырская где-то там епархия. И что он заботится о чистоте нашей общины. Жить? Я его жизнь не знаю, про него ничего нигде не считал где-то. И вот он находит где-то документы Эларион. Ну, ни печати, ничего нету. Поэтому никаких мер мы не можем принимать и отвечать. Дальше вот шел епископ Славгородский, Каменский. Его приглашали. Что он говорит? Ну я обсуждать ничего не могу, потому что батюшка сказал через две недели. Все это будет обсуждено. А чем это вызвано? Ну, определенная цель. Я не обсуждаю вот этот момент. Но он не первый этот выпад. Но я примерно могу сказать, ну приблизительно так, тридцатый. Понимаете? Ненависть. Дикая безбожная ненависть. Дулевич там собирается. Кто это? Им название Кодло. Откройте словарь, википедию, посмотрите. Кодло. Что это такое? Это собрание хулиганов. Банда. Это Кодло президентское. Там Максим пишет один. Кодло патриаршное. Ему это нужно? Нет, не нужно. Они не могут быть другим. Это система самой патриархии, образованная Сталином и Берией. Его как звать этого? Анатолий. Сталин и Берией организовали в сентябре 43-го года московскую патриархию, которая легитимно не связана никак, никаким образом, с патриархом Тихоном. Вот отсюда вся их кровушка, есть этот запах ненависти к тем, кто не с ними. Определенно и четко можно сказать, мы не такие, как они. Это высшие пробы золота. Это если брать только. Мы не похожи на них, это уже все. И как не похожи? Конечно, не в отрицательную сторону. Вот вчера у нас была литургия. Если по них считать, то вот этот документ, не документ, а какая-то там писулька-то, то уже литургии никакой нет. То есть, они не верят в небо, не верят во Христа эти безбожники. А вот там территория какая-то. А если бы территорию сегодня захватят на Монголию, тогда это правильно будет. И Бог должен утверждать. И посмотрите, какая у нас была литургия, как причащается, какой порядок. И сравните с тем, что у вас в Новосибирске-то. Посмотрите. Ну, одно дело я говорю, другое дело увидите. Как проходит собрание, все. Они ничего не могут показать. Я могу показать, вот здесь на нашем видеоканале, 4 тысячи роликов. 4 тысячи. Ну, говорит это что-то или нет? У нас ничего тайного нет, все открыто. И вот он говорит. Ну и что он говорит? На нас никак не отражается. Вот представьте, что наша община образована была в 97-м году, зарегистрирована. Она ни одного дня не была в патриархии. Ни дня. Наша община уникальнейшая. Почему? В первую очередь, у нас запрещено звать к себе. Ну, а как же вы тогда выродитесь? Ну, так выродимся и все на этом. Но мы дали образец. Звать не надо. Ну, а почему? Да потому что человек уверен в карикатуру на христиан. Мы себя такими не считаем, как должны быть христианами. Это что, зомби? Ну, вы просто найдите в мировой практике за 2000 лет общину одну, где запрещено звать к себе людей. Они ходят на занятия в университетах. Я в пяти университетах вел занятия. Милиции. Говорят, можно к вам попасть? А зачем? Крамы Московской Патриархии открыты, вы туда и ходите. Это я гуру. Они меня облеклиют этими словами. Ну, где так делать? Какой гуру? Им главное взять и обобрать. Не надо. Но я понял, что я именно... Теперь ему проверка. Ему даются два человека, сходят на работу, домой. И тогда мы разрешаем по его письменному прошению один раз прийти. Ну, как это? Вот я рассказываю, как. Я не объясняю пока то, что батюшка запретил говорить. Какая наша община? К нам приходит старобрядец. Мы сразу поговорили. Мы говорим, а ты пришел от старобрядца. К тому батюшке сказал или нет? Он-то, который от нас сюда перейдет, он спрашивать не будет. Он пришел, все, он наш. Денежки теперь с него. У нас это не пройдет. Андрей Марков. Я назову фамилию и имя. Здоровый, крепкий мужик. С него только деньги драть. Не выйдет. Мы его посылаем обратно. Иди к батюшке, возьми у него разрешение к нам приходить. Батюшка не дает. Он опять приходит. Он пишет заявление, ничего не получится. Мы наблюдаем за ним. Проходит год, второй. Он приезжает по Теряевку, помогает, там навоз вывозит. Это не приближает его к нам. Зачем ты пришел? Церковь у тебя здесь открытая. Это белокринитская иерархия. Посылаем туда уже людей. Разузнать, кто он такой. Существует определенный срок. Допустим, три года. Мы за три года должны узнать человека. За три года мы его узнали. Чего он пришел? У нас одна незамужняя женщина. И он к ней. Жена его никакая, можно сказать, верующая. В храм не ходит. Она его пилила и пилила, там где ходил он. Но тут она поняла. Она может быть разведена. Она такая мастер, она там работает, я не знаю кем, бригадиром или где на стройке. Она все, оделась под нашу форму, как положено женщине, два платка и стала ходить. Ей разрешено ходить. Муж мой здесь, а мне почему? Ну она с соглашенными выходит. Но как только она поняла, что ему намертво запрещено оставлять жену и жениться на нашей, она поняла, ничего здесь не будет. Она сразу перестала ходить. Тут смысл-то вот в чем. Как мы ведем-то себя, ну неординарно. Вот священник один обманывает людей, присвоил дом и епархия подала на него. Подала в суд. Его осудили. Он в священнике был в Кытманово, село у нас в Кытманово. И что дальше? Дальше я его в камере встречаю, дарю ему что-то, беру данные от него и начинаю готовить материалы. Иду в епархию. А он патриархийный, не наш. Ну кто за какого-то будет там-то? Для меня это не значит. Он человек, он страдает. Я прошел пять тюрем и лагерь смерти. Я знаю, что это такое. Я иду к епископу. Иду, разговариваю с секретарем. Владимир Суртаеву выпустите. Ну, возьмите обратное заявление. А как? Он там деньги взял, он занялся продажей мяса, баркетанищал. И там машину дали, машину присвоил, на жену перевел. Он неправильно сделал-то. Но он теперь все отдал уже. Дом-то уже вернулся, его посадили-то. Нет, добить, это патриархийная. Сталинско-беревская хватка. Как при начале, когда живоцерковники были, живая церковь, там соединена с советской властью. А потом они исчезли, куда их всех приняли, но теперь только по старому обряду будете. Они все живоцерковники здесь, в патриархии. Я иду к прокурору края, по Расхуну Юрию Федоровичу, кладу перед ним данные. А у нас близкие-близкие отношения. Ни одной просьбы, если, допустим, 150 просьб, представьте, сколько. И он ни одной мне не отказал. Ну, хорошо, мы разберемся, посмотрим. Там он не Владимир, а отец Владимир. Вовка, иди к тебе пришли, к окошечку. К кормушке подойти. Мне ничего нельзя брать. Но он успел сказать, где я дал знать. Его сестра стала ходить на наши занятия в Алтайский государственный технический университет. Она все несет, старается, чтобы как-то передали ему там. Она ходит, по нашей форме одета, почему брат сидит у ней. Они его осудили. Но я не останавливаюсь на этом, я продолжаю о нем ходатайствовать. Но я знаю, что он враг нам, враг. Теперь он друг. Но это не все. Помогает посадить его епископ Масендич Антоний. Дальше. Помогает посадить Капранов. Это такой вот диссидент. И сын его, Дмитрий. Здесь он служил в Заринске. То есть собралась такая команда против него. Но если так разбираться, так... Ну, простите, я пришел. А пусть он не делает так. Это мне в епархии говорят. А сами в Великий пост жареную рыбу трескают, я смотрю. Там повара работают. Его посадили. И дальше начинается расправа. Слушайте внимательно. Внезапно, в 41 год умирает епископ Масендич. Который главный был здесь... А Аносов, отец Симеон. У них главных казначей. Его убивает шофер. Нашли эту убийцу. Этот, который против него был, отец Дмитрий. Не знаю, там 39, что ли, лет. Умирает внезапно-то. И отец Капранов умирает, Михаил. Все, никого нету. А его освобождают. И он теперь ходит к нам молиться. Я ему говорю. Ну, конечно, он никакой роль как прихожанин, обыкновенный. Все. Отец Владимир. Ну, вот вы говорили, что у нас не почитают Божью Матерь. Ну, вы же, видите, а вы знали, что мы молимся, праздники все богородичные справляем? Да. А зачем же говорили? А чтоб к вам люди не ходили? Ну, а вы говорили людям, что у нас икон нету? Да, говорил. Ну, а почему? Ну, вы же видите, все у нас в иконах, в храме. Ну, а чтоб к вам люди не ходили. Ну, какой же ты тогда священник-то? А он еще организовал какую-то фирму, называется Красный Дракон. Ну, должен придумать поп и Красный Дракон. А что там делать? Куют разные решетки, там КГБ ограды, говорят, это он выковал. Ну, и все. У нас у него не пошло никак, он ушел. Ушел. А расположение его осталось к нам хорошее. Вот они какие патриархии, на что кодло. Кодло это сборище беззаконников, бандиты, как бандитами назвал Алексей, Алексей Второй-то. И что им отвечать на это? Дальше. Это они на нас так. Везде. Мы, я иду в отдел регистрации, там Иван Угоревич сидит, Мацуха. И он говорит, приходили с патриархии на благочины, отец Николай Войтович. То есть они против, чтобы нас зарегистрировали. А я говорю, а какие препятствия? Документы собраны, никаких замещаний нет. То есть даже регистрацию, чтобы нам не давали. Почему кодло? Сталинско-берьевское. Нас зарегистрировали, и вперед их перерегистрацию мы сразу прошли. Ну а чем они отличаются? Там подходят другие сотрудники, а им надо ответить, как? Ну мы православные. Знаете, это православные те, говорят, которые, это по названию. Эти православные исполняют все, что написано. Как положено в Библии у них написано, по их правилам, по инструкции. Вот как нас характеризует. То есть они везде пакости творят. Я веду занятия. Университет 21 тысяча студентов. Более 15 стран посылает сюда студентов. То есть у меня большая аудитория, я могу заниматься. И в это время приходят от них Гончаров Сергей Михайлович, секретарь. Приносят бумагу, чтобы мне отказали в аренде помещения. Я им нужен. И один раз они меня вышибли, мы занятия проводим на крыльце университета. Ну какие же это люди-то? Ну, я когда узнал-то, я не знал-то, а бумага-то идет к ректору. А ректор, это там доктор наук такого университета из Сигнеев Владимир Васильевич. Но его не было, он в Москве был. Но проректор Семкин Борис Васильевич, он приходит к нам на занятия и говорит, неприятное известие, из патриархии были, хотят, чтобы мы вас выгнали отсюда. Ну почему они такие? Почему они ничего не делают? Тут у вас отдельный детский лагерь, мы с нуля в православную деревню. Почему у них ничего этого нету? Почему они за вами гоняются? Взял мою книгу «13 том» и сфотографировались здесь. Он говорит, вот я вижу конкретная книга, каждая книга 750 страниц. Я читаю здесь, сколько здесь заложено, сколько я, академик, для себя принял полезного. Ну нужна ему аудитория, рядом пустая, пустующая. Я могу дать это, им не надо это. Им надо уничтожить, чтобы нигде глаз истины не звучал. Нигде, но делающий добро идет к свету. Они любители тьмы. Но когда я пришел к секретарю, Марии Васильевны-то, она говорит, ну документ этот был, я говорю, копию снимите. Она говорит, я занесла к нему, он сегодня вернулся. Владимир Васильевич, ректор, ректор. Он выйдет, я буду, я убираю там эти, уборку делаю, я этот документ увижу, я сниму и я прихожу на следующий день, у нас хорошие отношения, она у меня книги покупала. Она говорит, документа нет. А где? Не знаю. Похоже, что он его уничтожил. Я с ним только встретился, вечером он пришел и говорил, Владимир Васильевич, вот такой документ. Документ? Да вы что? Да разве я пойду на это? А он уже его уничтожил. Уничтожил. Они поняли, и буквально на следующий день в Алтайской правде про меня статья, фотография там, положительная вся статья об издании книг, они сразу исчезли, как будто их нету. Они безбожники, они изверги, это лютые волки. Ну, нужно им меня вышибать. У меня огромная аудитория, им это не надо. Они меня специально, людей наращают в контакте, чтобы заблокировать, не раз это делали. Я не хочу даже этих трогать. Ходло собачье. Так не делают даже нормальные люди. Никогда не делают. Что они делают? У меня детский лагерь. Мы развешиваем объявления. Детский лагерь, православный. У меня 53% детей бесплатно. 44 года. А те, которые платят, у меня максимальная цена в 4 раза ниже минимальной государственной цены. То есть я везде бегаю, волка ноги кормят. Где-то муку достаю, сами стряпаем, все сами делаем. А они теперь посылают своих семинаристов мое объявление срывать. А где плотное приклеено, они им дали фломастер и пишите ересь. Детский лагерь ересь. Они безумно поступают. И как они могут меня любить, когда я никому не подчиняюсь из них? То есть бескомпромиссное служение в пророческом духе. Для них это самый страшный брак. Они против баптистов, адвентистов, католиков не воюют. Только против меня одного. Против нашей общины. И они сейчас все это собирают. Считайте по пальцам. Сколько этих моментов? Мы садим детей около, уже отъезжаем в лагерь. В это время поп бежит, клет мотается у него. Вы не давайте детей, вы кому даете детей? Да это секта, это псевдоправославная. Рядом храм Покровский, соборный, там где епископ всегда служит. Мужки подошли. Поп, а ну иди, как сейчас поддадим, ты улетишь. Мои дети уже восьмой год там находятся. Он сразу назад и все. Вот как разговаривать с ними надо. Попутно сказать, как разговаривать надо. У меня брат в Москве был, жил. Он говорит, я пошел один раз в ресторан, а там какой-то ресторан такой знатный, черные негры. И, видимо, даже дипломатическое посольство. И в это время какой-то негр там расхорохорился, к женщине пристает там, но люди смотрят, ну как, что поступать. Выходит, вдруг стал из-за стола здоровый, крепкий мужчина, подходит на отмашь, как дал ему, говорит, он головой об пол. Вот так у нас в Америке с ними разбираются. Вы видите, кто это? Это зверье. Они другого языка не понимают. Вот это зверье здесь, в патриархии. Вам непонятно? Я вам объясняю. В православии есть прощенный день. Он в последнее воскресенье масленичный. Завтра наступает Великий пост. Мы, хотя находимся здесь, но у нас такое было принято обычай. Мы всей общиной идем к Покровский собор. Там все священники больше 30. И мы стоим, мы не даем, когда ко кресту. Когда уже все уходят, тогда первые наши идут женщины, мужчины, строим. Потом женщины подходим, они уже знают. А с какого монастыря? К епископу подходим. Епископ говорит о примирении. Ну, все как надо. Вместе тут же прошли семинаристы. Уже впереди нас. Все, примирились. Мы выходим. Нам идти из собора вправо, а в семинарии влево. Ну, и один из наших братьев. Ему, я говорю, сколько? 50 с лишним лет? Да. Седой, в подряснике, чтец из нашей общины. Могутный такой мужик. И он дает в пальчик такой написан наш сайт. А на сайте мной насчитана Библия. Моим голосом 50 книг. 12 томов Златоуста. Жития. 5 томов Добротолюбия. 4 тома Григория Диченко. Ну, этого достаточно хотя бы понять. Архипелаг Гула где-то. А мы наши отошли в сторону. И люди, которые проходят, он им дает. В стороне совсем от храма. Далеко отошли. Ну, как далеко там. Не на территории храма. Дорога. Машины рядом идут. В это время семинаристы видят, подходят. Ты что ты даешь, козел? Вон, борода такая большая. Это семинаристы, будущий волчатник. Из храма. После прощения друг друга-то. Это патриархийный волчатник. Другой подходит. Да что ты с ним разговариваешь? Дай ему в морду. И рядом стоит священник. Я говорю, что вы делаете? Рядом сестры наши стоят. Хулиганье, я их знал, это нормальные ребята были. Патриархия все перемалывает, как будто бы в бочке с ядом держит их. Когда я буду дальше в епархии, и увижу, сидит два епископа. И в тихии Максим Дмитриев, он в вельце сейчас, и наш домодедовский от патриарха. Переходной период был. И я увидел фотографию, я говорю, это фотография, что ваши отличники, да, я говорю, ваш волчатник. Вас судить уголовным кодексом надо. Вы из людей-то делаете преступник, это будущие попы будут. Епископ сидит в голову, я ему рассказываю вот этот случай. И как? Если бы их не благословляли на это, они бы никогда не пошли. То есть лютая, бесовская, демоническая ненависть. Эти дулеющие, все это кодло. Поганая, дикая кодло. Они, может, и такими были. Я ему отвечать должен. Что я могу отвечать? И дальше они непрерывно копаются и копаются. Вот это, что там объединение, никакого объединения с патриархией не было, это обман. Это сущий обман. Раскол. До этого зарубежная церковь была раскольники. Ну, раскольники. А как только согласились на переговоры, по инициативе Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, все, те сняли все претензии, храмы отбирали, нахинь выкидывали патриархийные зарубежных. Теперь все, ничего нету. Мошенники. Ну, а раз они раскольники, от них какое-то покаяние, чтобы прийти в истинную церковь-то, ничего этого нет. Они заранее знали. Ну, ты же знал, что они раскольники, как Владимир Суртаев-то отвечает. Знал. Ну, зачем говорил? Ну, такая тактика, опозорить, оклеветать. И теперь что, соединились? О соединении речи даже не было, об этом умею говорить. Мой брат туда ездил, наш врач, Владимир, так сказать, Виктор Андреевич Яковлев. И когда там у них совещание было, ничего нельзя было записывать. По рядам ходили молодые люди, отбирали или как там, магнитофоны, не давали записывать. Это что, честно было? Это уже там КГБшники были. Ну, конечно, это была огромная победа президента, бывшего из КГБ, полковника КГБ Путина. 360 точек своих сразу по всему миру образовать. Вот для чего нужно было. И мне сразу из КГБ позвонил полковник один, который меня курировал. Я могу даже сказать, Никулин Юрий Михайлович на пенсии, и он говорит, Игорь Тихонович, поздравляю с объединением. Теперь мы не будем пятерней бить католика по кулакам. Вот для чего это нужно было, бить кого-то. Я говорю, ничего не будет, там такая же мертвечина, как и здесь. Да для этого ли Бог дал нам разум, чтобы бить католиков кулаком. Я называю имена, фамилии, я никого не боюсь. Потому что это соответствует действительности. А теперь что случилось? А теперь они стали подтягивать к себе. Об объединении. Об объединении речи не было. Акта к логическому признанию. Мы остались верные. Единственные две общины. И раскол не мы произвели. Патриархия произвела раскол. После этого от зарубежной церкви 13 юрисдикций уже. А нужно ли было это? Нужно. Но нужно было делать постепенно, не на сен. Они умеют это делать. Сталинско-берьевская кровь течет в них. Насилием. А как было тогда? Ваши радости, наши радости. Это митрополит Сергий Строгородский сделал. Вот о чем надо думать. А как? Все, которые епископы были в лагерях, священники, всех до одного. Патриархия, которой мы разрешили действовать, митрополиту Сергию, объявить их врагами народа. И всех объявили. В мировой истории не было, чтобы церковь Христова отреклась от самой славы своей, от мучеников, от исповедников. Это случилось только в московской патриархии. Вы об этом заботьтесь. На этом фоне как мы выглядим-то? Ясно дело. Потому что мои книги показывают, как поступать надо. Мы для них обличительный глаз. И поэтому нас нужно дискредитировать, обклеить этими разными псевдо-православными, архиеретик, вот это все. Вот откуда идет. Я пока не касаюсь того, что здесь написано. Как? Мы чем-то провинились? Нет. А было ли в мировой истории так, чтобы людей признали, что они неблагодатны, или как они нас называют-то, когда они невиновны, или общины передать. В мировой истории не было. Тоже супер уникальный случай. Мы никому не изменили. А зарубежная церковь осталась? Осталась. Ну, мы остались там же. Но это на другой территории. Да где это видно? Какие каноны территорию? Они территорию-то делают. До этого была территория, признавали. А теперь пять лет переходной период. Зарубежная церковь здесь признавали. Да, Домодедовский епископ был, Ивтихий, Курочкин. То есть пять лет. Но теперь они назначали пять лет, после этого отрубили. Все. Они дали отчет, что у нас зарубежная церковь, у нас приходов нету. А мы-то остались. Ну, надо, чтобы их не было. Задача поставлена выжечь. Ну, вот и все. А это все остальные, пятое, десятое, тридцатое нападения. Нас никак не действует. Вот вчера, ну, то есть мы документы еще не получили. Или, получается, вчера у нас литургия была правильная, прищищалась с тела и крови Христовой. А теперь пришел документ за печатью. Я вас не знаю. Там Иларион, кто там, Капрал скажет. И на небе должен Бог утверждать. Ни о Боге, ни о спасении, ни о страхе Божьем ничего нет. И комментировать там нечего. Но батюшка сказал не трогать. Я просто объяснил ситуации, как к этому подошло. Кто там такой, Дулевич? Я один раз видел бешеные глаза. Это бесноватый человек. Он не может ни говорить, ни уважения. Он в три раза моложе меня. Хамье. И каким-то образом эти люди связаны были с Даниилом Сысоевым. Я его считаю святым человеком, потому что он умер. Но вот это вот у него там от Атарионов, так, Кантео называется. Драть все лезут везде. Что, чаще-то прищищайся. Неготовые. Правила не выполняют. А они одержимы духом зла. Мы им нужны. Нужно, чтобы нигде никто не знал истины. Она через нас распространяется. Это ничего нет. Это компания Кодлы. Патриаршая Кодла. Вот вам краткий ответ. Если вы больше хотите узнать, давайте, считайте. Тут уже, кажется, прошло это. Все, Волод, находятся вне русской. Ну, тебе, ну, дальше. Вот последнее пишет. Что, вывод? Иди, Володя, прочитай. Община Лапкина находится вне русской православной церкви за рубежом и вне славгородской каменской епархии русской православной церкви московского патриархата. В то же время, не желая вступить в юрисдикцию русской православной церкви московского патриархата, он пытается прикрываться РПЦЗ. Налицо наглое вранье с целью сохранения имиджа православного проповедника. Видите как? Это слова человека, который ничего не перенес, ничего не знает, пришел. Почему? Его патриархия сделала таким наглым, безбожным. Нам не надо. Вот епархия тут целую срочку заняла, там, славгородская. Да вот только что организовали ее. Это патриарх Кирилл сделал. Чтобы больше было епископов, и где голосовать будут, подавить. Нам сказали, с какой целью делается-то. Ну, какое отношение это имеет к нам? И, допустим, ладно, ну, община Лапкина вне русской православной церкви. Ну, все правильно. Дальше-то вне патриархата. Им надо, чтобы нас туда затянуть, и дальше одним разом все это закончить. Ни деревни, ни лагеря, никого ничего не будет. Общины нету. Да никогда мы туда не пойдем. Повторяем, напрасно. Но это не последнее. Они будут идти, идти дальше. Почему? Они не могут другим. Это скорпион на черепахе. Переезжает на ней, но все равно ужалил. Я не могу быть другим. Это как раз Жириновский это рассказал. Про эту прищету. Мы ничего не можем добавить к этому? Ну, ладно, мы секта, мы псевдоправославные, я гуру, остальные зомберы. Ну, успокойтесь на этом. Он не успокоится. Ну, что вас трогает? А то, что люди видят, люди спрашивают. Это у вас православие такое? Да где такая деревня? И когда фотографии у нас, фотографы очень отличные. Они на международных выставках, международных, берут большие призы. И вот батюшка поехал, ну, крупные сделал фотографии. Волобуев тут есть Александр Павлович. И, ну, просто замечательный фотограф Каспришин Андрей Николаевич. Так, Безруков Павел Федорович. И батюшка эти фотографии, там выставка была за рубежом. И вот они, говорят, вглядываются туда. Да что за фотографии? Какие глаза у людей? А он здесь их проявляет, его спрашивают. Здесь, в Барнауле. А где вы таких людей нашли? Приходит ректор, вот этот Евстигнеев, у которого 21 тысяча студентов. При всем народе. А я у него веду занятие с 17 лет. Он уже знает меня, говорит, как облуплено. И он говорит, перед всей аудиторией руку мне жмет, обнимает, целует и кланяется. Говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Приходит проректор, это говорит об эрудийце, об отношениях наших. Прокурор, это открыто всем. А вот эти, которые не видали, не встречались, он говорит, почему? Это награда от Бога. Да благословит их Господь, всех, которые здесь есть. Всю эту кодлу, чтобы в судный день им это не поставлено было в обвинение. Ибо дивен Господь, Он любит своих. И Он дает мне дивную награду, вот это гонение, поношение. Но на меня это никак не действует. Есть даже такое изречение. Старого быка чем больше бьют, тем толще кожа. На меня никак не действует. Ну успокойтесь. Да, мы такие. Да, у нас главное это фашизм проповедуемый. Ну соберите все сюда. Но у нас не было за рубежом ни одного, чтобы священники, епископы, ставили через КГБ. Откройте 7-й Вселенский Собор, 3-е правило. С участием мирских властей. Все данные у епископа незаконные московской патриархии. Согласно этого правила. Незаконные, безблагодатные. Но я этого не говорю. Согласно правилам Вселенского Собора. Они об этом молчат. Займитесь своим огородом. У вас проходной двор. Меня спрашивают, что такое патриархия. Я всегда отвечал одним словом, ложь. А двумя словами, всегдашняя ложь. А тремя, тотальная всегдашняя ложь. Вот она здесь и проявляется. Вот лучшее доказательство того, что я говорю. И они не успокоятся. Ну, узнали документ. Еще неизвестно, был ли этот документ. Ну и дальше что? Он никак не действует. Я пошел в отдел юстиции, где зарегистрировал. Говорит, вам не надо перерегистрации ничего. Вы православные. Вот и все. Мы не повинны ни перед кем. Но то, что у нас вот это мы показали в православии, может добиться чистоты, порядка, катехизации. И самое страшное для них будет на суде Божьем, что я 53 года проповедник. Тысячи городов, сел. Я проповедую день и ночь буквально. И всех до одного, до одного посылаю в храмы Московской Патриархии. Идите к архиерею, просите благословения построить храм. Всех, да, это все знают. Как они против вас и вы туда? Именно так. Почему? Я молюсь Богу. Я признаю Московскую Патриархию благодатной. А мне говорят, вот это вам грех не проститься. Ну, я признаю и все на этом. Да как после того, что вы видите, они делают, все бывает. Я признаю, ну, простите мне это, я признаю ее благодатной. За то, что я признаю ее благодатной, мы не можем присоединиться ни к одной юрисдикции. Мы сейчас подаем заявление, отошли, отстаньте вы от нас. Кодлов, Патриархия. А почему? Да может, к Тихону, пасечнику в Омске, к Агафангелу в Одессе, в Пашковскому. Да их-то 13 юрисдикций. Всех не могу проверить. Антоний, Антоний Орлов, самый главный, РПЦЗ за рубежом. Он остался с остатком этим. Митрополит. Он у нас приезжал несколько раз раньше, был. Ну и, а ну и, вот это и тайну. Везде требуется признать без благодати с московской патриархии. Мы не можем перейти ни один пункт. Мы бы сегодня ушли. Но мы на это не пойдем. И там мы не пойдем. Вот такие, какие мы есть. В патриархии мы не были, не пойдем. Мы боимся ее. И когда сидели в епархии, в епархии священники, тут специально было совещание, беседы. Секретарь встал после моего выступления. Сейчас пять минут, я говорил. И он говорит, покажем словом, Игнатий Тихонович, я мог бы подписаться. Это отец Сергий Беляев. Его сразу убрали. Что интересно, епископ, при котором были, устроил встречу, его тоже сразу убрали. И вот этот епископ, который новый был, я ему сказал, смотрите, вы были два раза потеряевки, на вас будут наседать. Посмотрим, какие отношения. Чтоб заочно не разлучили. Хорошие отношения. Митрополит Сергий Иваньиков. Просто до сегодняшний день. А что будет другое? Ничего, будем молиться. Они все, все до одного знают, что мы безобманные. И поэтому, кому я буду отвечать-то? Никого нигде нет. Это пустое место. Но о себе я могу рассказать, какая наша община, как они за нами охотятся. И представьте, я только часть рассказал, малую часть. А в потеряевке как выступает священник, священник, яромонах. Да что разговариваете с потеряевкой? Послать туда наши, сжечь ее дотла. И епископ это знает. Бандиты. Бандиты это то слово для священников, которое сказал и старостам их, и патриарх Алексеев Второй. Я покажу, где это написано. А зачем мне с бандитами знать это? И когда я им говорю, скажите, вот я что говорил, тут сидят священники, благочинные все сидят. Вы хотите быть такими, как мы? Ну, да мы так и не сможем, то другое. А мы такие, как вы, мы не хотим быть. Мы вас чураемся, как чумы болотные. Никто не возразил. Мы страшимся вас. Это безобразие. Остатки православия добиваете вы. У церкви никогда не был такой низкий рейтинг. На меня нападаете. Вам стервика Герману недостаточно. Он вообще вас стеретиками всех считает, до одного. Вообще всю мировую церковь. Так, вам недостаточно одного невзорова Александра Глебовича? Вам одного не проглотить, вы на меня нападаете. А я вообще вам не по зубам. Почему? Я православный. Есть такой один жест, когда Григорий Ефимович Распутин собирался в Санкт-Петербург. Ему говорят, и там развратишься. А он вот так. А бог? Я у него взял вот это. А бог. Бог за нас. И все остальные ничего с нами не сделают. Ничего не сделают все, которые принадлежат вот к этим разбойникам. Я говорю только о тех, которые нападают. Кодло. Кодло. Вот выступает, премьер, сказать, выступает здесь священник на Южном. Отец Николай Бурдин. Бывший помпрокурора. Представьте, какие знания. И вот он выступает и говорит, а вы знаете, у нас вот тут есть Барнавулий Игнатий Лапкин. Он за американские доллары всю прессу, радиотелевидение закупил. А наши прихожане далековато было. Они туда пришли и слушают это все стоят. А он, которые, слышите, я чуть не закричал. Я говорю, вот этого делать нельзя. Да вы знаете, он жену бросил с молодой харисткой, куда-то уехал. Ну, нет харистки, жена рядом у меня. То есть они ни перед чем не останавливаются. Они Бога не боятся. И отсюда сделаем служители лжи, это служители дьявола. Но я его признаю благодатным. Так у вас, понимаете, это не поймешь, как это вы так... Ну, простите мне. У меня был здесь с Берсеневки отец Игумен Сахаров, Кирилл. Там 200 метров от Храма Христа Спасителя рядом. Вы к нему зайдите, спросите. Когда бы я ни приезжал у него, он меня облачает. Вот я от него записка лежит. На, Володя, прочитай, еще он пишет. Во время литургии я стою, молюсь, он пишет. Говорите после сеночной проповеди. Пришли мои вас послушать. Вот как. На первом части заходите в Панамарку облачаться. Вот и все. Меня там облачают. Если кто не верит, вот покажу записку. Это он во время службы написал мне записку. Я нигде не добиваюсь этого. В каких храмах проповедую, где. Я могу назвать где. Как хотя бы. Вы там не достанут ваши руки туда. Лиссабон. Тбилиси. То есть больше не буду говорить. Нельзя называть. А вы говорите, отец Геннадий Фаст. Он засветился. Он сам об этом говорит. А сколько священников, которые служат, которых не могу назвать. Сотрудник КГБ обратился. Офицер. Один из лучших священников в России сейчас. В моем доме пришел. Крещение принимал. Добились полного погружения с семьей своей. Я не могу их назвать даже. Порадовать других. Почему? Сразу сожрут. Это лютая стая волков, кодла. Они сразу бросаются. И все. То есть компромиссное служение будет у каждого. Даже у них. Он где-то не договаривает. Иначе сожрут. Иначе выше будет. Любой архиереев. Если уж Андрея Кураева, как называют дьякон все, все его не пощадили, то вообще для них никого нет. Я им не по зубам. Я молюсь за них. Вот почему. Это награда. Награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше пронесут, как неугодное Богу. За меня решать не надо, угодия нет. У нас идет литургия, мы причащаемся. И вот вчерашнее, это 20 декабря 2015 года, посмотрите, как причащается у нас, каким благоговением, как дети поют, за причастные молитвы, исповедуются в отдельной комнате даже маленькие ребятишки. А у вас каждый нависает друг на другом. Вы посмотрите, до 30 лет 90 с лишним процентов рукоположенные. Согласно 14-15 правилам 6-го Вселенского собора, они все должны быть извержены. Извержены из сана. Любого возьми. Да по канонам-то у вас никого там и нет, пустые храмы. У меня было, когда проповедовал вот так, и два священника вышли к народу, один игумен, и говорит, мы не верующие. Мы только красовались друг перед другом. Поэтому исповедения не будет, то есть при счастье, пока мы не исправимся. И 6 недель только исповедовали. А потом по полметра или больше тетради понанесли, которые колдовали. А где это было? Город Фрунзе. Да кто священники? Игумен Леонид Грошев. Где его? Спростите его. Второе, Владимир Светков. Ну, называй просто, говорится, засвечиваю людей-то. Я не хотел этого делать. Вы же не верите этому. А, я може придумать. Я вам назвал. И все они московской патриархией. Вот так. Это сегодня мы уже лимит исчерпали. Ничего не скрыли. Через 2 недели батюшка привезет документы. Мы объясняем ситуацию. Наше положение не изменится. Мы никогда в патриархии не будем. Никогда. Поэтому занимайтесь делом. Не бейтесь. Не толкайте нас туда. Мы в эту погибель не пойдем. Потому что вы не работаете. И там просто жижа хлещет из храма в храм. Это на порог. Я как-то был в Киеве. И там центральный какой храм там называется. Я не знаю. Собор в Софии или что-то. Там еще картина Воснецова на выходе есть. Грешный человек. Люблю статистику. Я близко был около дверей. Посчитал. В течение часа. 700 человек зашло. 700 вышло. Я говорю. А почему трамвайный путь прям не завели в храм? Вам нужно заниматься самими собой. Я за вами не гоняюсь. Нигде. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Богу нашему слава. 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 Богу нашему слава.